Всем огромный привет из Прованса. В Провансе сегодня мистраль, мистраль. Погода 19 градусов, но 19 градусов с мистралем не чувствуется. Чувствуется где-то градусов, наверное, 13. Куда мы направились с Александром? Бонжур, миссио. Бонжур. Мы направились за Владиславом. Да, всё. Владислав сбросил эсэмэску, что уже подъезжают. Так что мы сейчас заберём сынулю и сразу его отправим к бабушке на неделю. Бабушка сказала, привезите мне Владислава, а у Александра несколько дней, и мы, скорее всего, уедем в Варкарес, чтобы увидеть мою сестрёнку. И у нас там в Варкаресе дела. Поэтому Владислав останется с бабушкой, отдохнёт. У него две недели каникул, а мы будем с Александром развлекаться. Развлекаться. Так что вот такие у нас планы. Мы уже у Даниэль привезли Владислава. У Полин, привет! Ты греешься? Сегодня такой мистраль, как я сказала, что Даниэль зажгла камин. Так что дома тепло. А Владислав приехал, привёз всем подарки. Ух, подарки привёз. Классные такие. Покажу вам сейчас. И Даниэль говорит, мне так хорошо здесь. Давайте покажу, что привёз. Даниэль уже отдал. Вот такую пробку в виде граната. Сейчас покажу. Так как они были в городе. Гранат. Для Александра, для вина. Посещали они там храм. Чёткий привёз прям на... Ну или чёткий, или он говорит, это колье такое из дерева. Очень красиво. И Даниэль тоже. Нашёл... Они посещали там грот. И он нашёл вот такую монетку. Монеты там... Так. Магнит. Олег. И для мамы. Лены. Вот что. Мёд. Так что мы их все в подарках. Не ожидали даже от цены. А, забыла ещё показать. Он мне примёшь камень здоровья. Говорит, там столько капушек продают. Камней всяких. И здоровья, и денег. Вот он привёз камень здоровья. Буду с собой носить. Красивый. Мы в дороге. Мы в дороге. Мы в дороге направляемся в Баркарес. Как я вам сказала, Владислав нас отпустил, Даниэль нас отпустила. И мы едем, чтобы встретиться с моей старшей сестрёнкой Олей и с Кристином. А также отдохнуть в течение недели. У нас замечательная погода. Сегодня утром прохладно. Мы выспались, торопиться не стали. Позавтракали, заехали в магазин. Купили курочку вкусную. И сейчас в дорогу. В дорогу. Правда, сегодня ветер. 15 градусов. Ну, чуть-чуть прохладно. Зато обещали очень хорошую погоду. А я... Подождите минутку. То есть мы хотели вас поздравить с Пасхой. С православной Пасхой. Пожелать вам добра, мира. В вашем сердце, в вашей душе. И вообще во всём мире. Мир, мир. Чтобы всё было прекрасно. Чтобы у вас в доме, в семьях всё было спокойно. Всем здоровья. Мирного неба над головой. И позитива. Храни вас Бог. Пусть всё-всё будет хорошо. У всех. У всех, у всех, у всех. У всех людей на земле. Да, Шири? Жои паки. Жои спаки. Жои спаки. С Пасхой всех. Я надеюсь, что у вас вкусно, по-доброму всё. И всё хорошо. Ну, а мы сегодня будем встречать Пасху в дороге. Доедем, наверное, уже где-то, не знаю, во сколько часов. Не будем торопиться. Потихоньку, полегоньку. Сегодня выходной. Французов на дороге очень мало. Вот смотрю. Никого нет, наверное, кто собирался на каникулы. Потому что сейчас первая неделя каникул нашего региона. У Оли в Гренобле уже вторая неделя, последняя. Гренобль у нас отдыхал первый. И у Светланы ещё только через неделю. Поэтому пока сова, всё для рот. Да, сова. Ну, а пошло марта сова. Чем мы будем заниматься эту неделю в Аркаресе? Мы, во-первых, будем общаться с сестрой. Входим в ней в гости. Хотя они там ремонтируют квартиру. И все в работе. Какие кустарники, смотрите. И будем с Александром отдыхать. Передали. Может быть, не будет сильно жарко. Но такую хорошую солнечную погоду передали. В Испанию, не знаю, поедем или не поедем. В принципе, нам там ничего сильно не нужно. Но, может быть, и съездим. Будем смотреть по ситуации. И ещё у нас там небольшой ремонт в квартире. Мы решили заменить сантехнику в туалет. Ну, туалет, короче. Поэтому у нас завтра будут работы. Но всего на один день. Так. Первая оплата. От нас там сколько километров? Не знаю. Два десять. Сейчас посмотрим, за сколько километров. Это сколько километров мы делаем, Шерри? Мы делаем. По два зеро. Мы делаем 20 километров. За 20 километров, Александр говорит. Скорее всего, 2,10. И сейчас будет таких пиажей. Оплату у нас будет 2, наверное, вот это вот. Нет, ещё одна. А теперь в самом конце, когда будем выезжать в сам Баркарес, там будет, наверное, евро 18. Ну, потом вам скажу. В принципе, они говорили, что поднимут автодороги. Потом сказали, что не будут поднимать. Потом там что-то спорили. И всё. Вы меня спрашивали, что там в Париже творится. Да ничего такого. Как? Были манифестации, но ничего такого, что... Прям такого-такого не было. Всё более спокойно. Приняли реформу уже. Приняли. И многие французы сказали, что мы теперь можем сделать. Но некоторые сказали, что будут дальше бастовать. Мы остановились на одной станции. Сейчас пойдём немного разомнёмся и попьём кофе. Что-нибудь перекусим. Дядя Димон. Народ сегодня. Каникулы. Ну, так не холодно совершенно. Тут какие-то новые машины для кофе. Прям такие современные. Тут диван даже можно посидеть. И туалет. Бутик, как всегда. Вавлакский вам. Для варсин-двичерти. Цены, конечно, здесь в два раза или в три раза дороже, чем... Вот смотрите. Например, сэндичи здесь 5 евро стоят. 5,25. О! Враты стоят 5,80. Купили вкусные сэндвичи. И сейчас мы посмотрим, что здесь продают. Дютейля. Шоколад. Боасон фреш. О! И я суп. Суп есть. Томат. Тебе пахнет? Кафе. Боасон гурман. Капучино. Эпюзе. Эпюзет. Алекс хочет чай. Эпюзе. О, супер. А, но или асси? Нет, но... А, пететра дотро аппарей, да? Да, это правда. Да. О, да. Да. Да, да. Да, дотро аппарей. Эпюзе partout, да. Эпюзе. А нету ни чай, ни кофе, представи. Эпюзе, да. Эпюзе, да. Эпюзе. показываю сэндвичи которые мы прикупили с курочкой выбрали просканировали обязательно и вот этот нордический хлеб я обожаю вкусный и вот эти сэндвичи bienfe это новые сэндвичи стоят 580 2 сэндвичи но зато они экселент мы просканировали сейчас я детектива обеденный перерыв а может быть перекус все французы идя на улице александр доволен уж море подъезжаем подъезжаем в аркаре все все мы заплатили автодорогу вторая часть у нас вышла 19 евро 60 не трогай не долгий не поняла хочу а недорогой недорого недорогой я не поняла александр что говорит хорошо и долин не понимает а вот ух витрина здесь от ветра песок поднялся и вода смотрите какая серая сильный ветер все мы уже снова в машине дома все разобрали разобрали все убрали хотя там очень чисто и продукты разложили отдохнула александр поспал чуть-чуть сейчас мы поехали коли она мне отправилась и мяску вы где добрались когда ехали а я не отвечаю сейчас будем устраивать сюрприз везем им подушки везем немного посуды потому что у них там ничего нет они тут без нас жили у нас а сейчас они уже у себя радуются ой море какое голубое это вот эти заборчики люди гуляют все в куртках но на самом деле жарко даже на солнышке но ветер прохладный поэтому все в куртках все в куртках юг все в куртках все в куртках Их думает Блин, хамуха Она у меня еще пара? Вот так приехали Ну вот, приехали на Пасху, ждем Оказывается, они погулять ушли Они же не знали, что мы им сюрприз-то Пришлось звонить, говорить, что мы здесь Они говорят, что мы на бракан поехали Ну, ждем Самое красивое, это вид с балкона За этот вид можно заплатить не знаю сколько Помните мои блоги? Мужчины уже болтают Так, вы не смотрите, здесь идет ремонт Здесь убирали стену Помните, в первых блогах, что здесь была стена Теперь огромная кухня Оля, а сколько метров квадратных? Теперь не знаю Теперь не знаю А было сколько? Не знаешь? Как у меня? Нет, тут побольше Побольше Потому что подняли потолок Поднимали потолок Там поднимали На медзанине Убирали Там будет стиральная машинка Холодильник Здесь большая кухня Все будет еще доделано Переделано Здесь у тебя были шторки раньше, да? Как спальня Как будто была я помню Здесь когда-то вообще была спальня А, здесь была спальня Здесь жил Сколько лет мужчина жил, Оль? Шесть Шесть лет Шесть лет они ее сдавали Но потом нужно было Все ломать, да? Все ломать и все очищать Все ломать и все очищать Пойдемте наверх Это вот медзанин Здесь-то такая спальная комнатка Это вид Там тоже все не доделано Все не доделано Но покажу Здесь еще будет одна комната Еще одна спальня Здесь вот убирали тоже Сейчас, видите, ремонт идет Будет очень много места Убирали шкаф Здесь был шкаф Потом его будут переделывать Если здесь сделать вот такой же Если там сделать второй велюкс 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 Да, вот если сделать велюкс То там будет видно море Классно Чтобы вот вы сделали вот здесь Мы с Олей думали, что можно сделать Если сдавать квартиру Можно сделать такие кровати японские Которые низко на полу А что еще сделать Или снова делать шкаф Дресинг Не знаю Вот Так что так Показал вам немного Ванную там переделывать Показывать не буду Талет тоже Ну все будет классно Постепенно Но работы много еще Оля говорит А с этой ты стороны не увидела Там доснеженные горы Вы даже их видите Это пельни Там Или станции Туристические Ой Горнолыжные А, горнолыжные Да А Прям выходишь Как у нас И пляж И пляж Но они еще решают Успеют они до сезона Сдавать ее или нет Успеет, да Сдруг 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 Успеет И Э Как он Друг Она Немна about Продолжение следует...